Где твой Майк? Если тебе нужен хороший антивирус с надежной защитой, который оказывает минимальное воздействие на производительность, при этом бдительно огораживает от сетевых угроз, Гризли Про тянет тебе лохматую лапу содействия. Наличие игрового режима порадует геймеров, превосходная оптимизация для владельцев маломощных ПК, внушительный перечень специализированных версий представителей различных IT-областей, плюс 35 дней свободного тестирования по ссылке в описании. Всем привет! В сегодняшнем нашем ТОПе мы покажем игрушки, в которые вы сможете поиграть со своими друзьями по сети, а в некоторые из них не только по сети, но и на одном ПК. Так что если вы не знали во что порезаться, тогда смотрите ТОП и подписывайтесь на канал. Где твой репост? Открывая десятку пиксель Privatures Это тактическая ролевая игра, в которой команде наемников предстоит пройти через червоточину на поиски новой технологии для своего нанимателя. Вас ждет целая плеяда миров для исследования, противостояние различных фракций и множество механизмов для сбора. Сможете ли вы вернуться домой, оставив свой след во вселенной, или станете еще одной жертвой опасного космоса? Девятое место. Blood and Bacon Это кажется первая игра, с которой мы начали стримы. В общем это кооперативный шутер на выживание, в котором эверкам предстоит на протяжении более 100 уровней истреблять врагов при помощи различных пушек. Вас ждет около 35 типов противников и множество боссов, для расправы над которыми вам предстоит постоянно бегать и стрелять. Также не забывайте собирать с уничтоженных врагов боеприпасы и всяческие бонусы. В общем это прикольная игрушка, мы правда где-то дошли только до 40 уровня, дальше не играли. Но чтобы повеселиться с друзьями, это самое то. Восьмое место. Sticks. Shards of Darkness Вашему герою-гоблину предстоит незаметно проникнуть в город темных эльфов, Карангар, который славится своей безупречной системой охраны. К счастью, из-за проводимого в городе дипломатического собрания у Sticks появляются шансы на успех. Правда есть еще одна проблема, эльфы объединили свои силы с гномами и главное, что между ними общего это ненависть к гоблинам. Так как это вторая часть, то вас ждут новые локации, новые враги, новые возможности геймплея, новые умения Sticks'а и многое другое. На седьмом месте Broforce. Это еще одна игрушка с наших стримов. В ней вы будете играть за недофинансированную, сверхмощную, военизированную организацию, выполняющую поставленные задачи только одним способом, чрезмерным использованием силы. Эта игра предлагает в одиночку или в компании друзей погрузиться в динамический геймплей. Масса оружия, сотни врагов, драйвовая музыка и масса фана. Все это создали разработчики инди-платформера. Кстати, есть бесплатный кроссовер этой игре в Стиме, Xpenda Bros. Там нет онлайна, но можно поиграть с друзьями на одном ПК. Шестое место. Снайпер Элит-4 Действия игры будут происходить после событий ее успешной предыдущей части. Игроки перенесутся на прекрасный Апеннинский полуостров, от залитых солнцем городов на Средиземноморском побережье, к древним лесам, горным долинам и колоссальным мегаконструкциям нацистов. Агент под прикрытием и элитный снайпер Карл Фейренберн должен сражаться бок о бок с храбрыми мужчинами и женщинами итальянского сопротивления. Их цель – победить ужасную новую угрозу, которая может помешать предстоящему наступлению союзников в Европе. Пятое место. Том Кленси с Rainbow Six Siege В игре вас ждут напряженные бои с постоянным риском для жизни, командная работа и, конечно, сложнейшие задания. Важный элемент игрового процесса – возможность разрушать объекты. Здесь главное делать все с умом. Сетевой режим позволит принять участие в самых разнообразных операциях и научиться принимать решения буквально на ходу. Эта игра идеально подходит для игры с друзьями. Четвертое место. Shadow Warrior 2 Продолжение оригинального шутера от первого лица. В нем вы снова встретитесь с Лавангом и узнаете о его злоключении. Он живет отшельником на самом краю загрязненного мира. Но этому великому воину вновь придется объединить всю разрушительную силу винтовок, клинков, магии и смекалки, чтобы одолеть легионы демонов, наводнивших этот мир. Сражайтесь бок о бок с друзьями в сетевом режиме кооперации до четырех игроков или же исследуйте живописные процедурно-генерируемые локации в одиночку. Выполняйте зубодробильные задания и собирайте новые мощные виды оружия и брони, а также легендарные реликвии. Третье место. Gears of War 4 Игра расскажет историю сына Маркуса Феникса, Джей Ди, и его новых друзей Кейт и Делла, которым с трудом удалось избежать гибели во время нападения на их деревню. Героям предстоит отыскать источник зла и спасти дорогих себе людей. Кроме одиночной игры, в Gears of War 4 присутствует кооперативный режим на двух человек, где второй игрок может взять под свое управление Кейт или Делла, а также мультиплеер. В недалеком будущем Боливия попала под власть Санта-Бланки, безжалостного наркокартеля, который исповедует беззаконие и насилие. Его цель в том, чтобы создать самое крупное наркогосударство в мире. Вам нужно создать и настроить своего призрака, его оружие и снаряжение. Вас ждет полная свобода выбора стиля игры, так что отправляйтесь вперед со своими друзьями и уничтожьте картель. Ну и на первом месте игра, в которой вас ждут улучшенные задания, выживание в стиле паркур и зомби-апокалипсис. Оцените систему легенда, улучшенную графику и оптимизированный игровой процесс. Эта игра, цель в которой выжить в открытом мире. Тебе предстоит бродить по городу, добывать припасы и изготавливать оружие, чтобы отбивать атаки толп из голодавшихся по плоти врагов, рожденных эпидемией. В ночи остерегайся зараженных, сила которых растет, и более смертоносных хищников. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и подписывайся на наш новый канал по стримам ВМФорево. Это было первое место. Dying Light The Following. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok